Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Антонина, но есть люди, которые высказывают свою позицию, проводят досуг и изготовляют что-то своими руками. Давайте сейчас коротенько прервемся. А что им остается делать, когда у них нет 250 тысяч евро? Василий делает чехлы для солнцезащитных очков и, конечно, у общества это вызывает только положительную реакцию. Футболисты закатили вечеринку в клубе, потратили 250 тысяч евро, играл Дим, все было очень отвратительно, выглядело и общество возмутилось. Антонина, почему общество возмутилось, если вы говорите, что многие мечтают так же погулять? Вот есть такое понятие, как норма. Мы понимаем, что в данном случае норма была нарушена. Вопрос в том, какая и в чем была нарушена норма. То есть с позиции здесь отношения предмета и эмоций по поводу предмета. С точки зрения того, что происходило, это были люди, которые гуляли свой отпуск. Да, на свои заработанные честные деньги. И честно, не честно, на заработанные деньги они гуляли. Хорошо. Значит, соответственно, вроде как ничего такого сверх нормы нет. Вопрос, да? Они не выполнили свою социальную задачу. У них была определенная социальная задача, которая была не выполнена. То есть если бы они выиграли, никто бы не возмутился. Ну или хотя бы отдались больше бы игре хотя бы. Упахались бы, перебинтованные бы сидели и гуляли. Я не готова судить, да? Мы не будем говорить о том, как они играли. Вопрос в том, как они вели себя после этого. Соответственно, норма была нарушена в социальном ожидании. Социальное ожидание было как минимум на то, что либо принесут извинения, как у нас очень любят, да? Вот хотя бы извинились, говорят. А извинились бы, простили, да? Хоккеисты обычно извиняют, все отличаются от туболистов. Соответственно, в данном случае мы видим, безусловно, распоряжение такими шальными деньгами. Это есть произведение, да, совершенно великолепное, называется «Угрюм река». Когда вот эти вот золото моют в горах, приходят с мешком золота, да, бросают. А как потратить деньги? Они не знают, у них нету. Они бросают деньги и говорят, вот мне, пожалуйста, красные и бархатные портянки и всех напоить. Соответственно, мне кажется, глобально проблема лежит глубже. Это есть, вот с вашего позволения, такой анекдот, да? Маша, что ближе, Луна или Житомир, да? Петя, подойди к окну, ты Луну видишь? Вижу, да, Житомир. Соответственно, здесь проблема лежит глубже. То, что мы имеем дело в данном случае с поколением, юным поколением, потерянным поколением, которые не понимают, куда потратить деньги. Заметьте, это не благотворительность, это не приют для животных, это не работа с больными детьми, да? Это просто шальные деньги, выброшенные на стол. Соответственно, а вот это, как сказал один из ваших коллег, это системная ошибка, системная болячка, да? Мы, они даже, это не то, что не научили деньги зарабатывать, не научили правильно тратить, нет вот этой подложки саморазвития. Они не понимают, куда можно двинуться дальше с этими деньгами. То есть не только потому, что они их легко заработали, но еще и потому, что в принципе непонятно, что делать. И это не только футболисты, это, к сожалению, общая болезнь, системная болезнь, а по сути, ну, очень многих людей. А почему так по-хамски они себя ведут? Потому что мы помним прошлую историю с Аршавиным, да, который, да мы вам никому ничем не обязаны, что вы нам тут вопросы задаете, что мы там перед отечеством обязаны хорошо играть. Почему вот... Не учатся на ошибках. Системы социального сдерживания отсутствуют. То есть... То есть они знают, что им ничего не будет, поэтому как-то... Ну вот если... Аршавиным-то было. Если копнуть, если копнуть, как скажем, в зарубежные истории, в наши истории, почему там спортсмены дышат по расписанию, да? Ну я так строго скажу. Дело в том, что большинство денег они получают как раз не в зарплату. Большинство денег получается от рекламных контрактов, где очень четко прописано, что нужно делать, как нужно делать, да, как вытягивать, как сказать. И очень серьезные штрафные санкции. У нас это, по сути, зарплата. И, насколько я понимаю, футболисты у нас вообще, по-моему, в рекламном бизнесе не завязаны. Там один или два, да, что-то такое. Ну основной их доход это то, что им платит государство. И они-то как раз и не выступают. У них нету системы... То есть система социального сдерживания для них более или менее работает. К сожалению, на мой взгляд, разворотили, недовоспитали, да? И вот эта вот безнаказанность и понимание того, что реально ничего не будет... То есть вы понимаете, если бы российские болельщики встретили российскую команду в аэропорту, да, может быть, была бы другая ситуация. Если бы, например, это было при каком-то другом режиме, да, и они понимали, что следует и финансовое наказание. Это не просто штрафные какие-то там скамейки, да, или там перевод в молодежную команду. Они от этого деньги-то не потеряют. Конфискации имущества, грубо говоря, нет. То есть это, я считаю, что попустительство, вседозволенность с одной стороны, со стороны государства, потому что нужно менять явно как бы систему поощрений и зарплаты, да, в области спорта. А с другой стороны, это абсолютная дыра и яма в том воспитании, которое бы позволило человеку правильно использовать, тратить хотя бы полученные деньги, даже если это не 3 миллиона евро. Спасибо большое. Антонина Андреева, кандидат философских наук Сибирский федеральный университет. Сейчас у нас проверка Центрального парка, которую в прошлом году провела Юлия Мавшевич. Продолжение следует...